Александр Лукашенко сегодня принял кадровое решение. Андрей Швет назначен генеральным прокурором. До настоящего времени он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Президент сразу разъяснил под оплёпу нынешнего, а также громких кадровых назначений минувшей недели. Еще раз хочу напомнить, пользуюсь случаем для особо просвещенных в кавычках, которые то ли хайпуют, то ли постятся в интернете по поводу моих кадровых назначений. Наверное, это естественный процесс после выбора, как в любом государстве. Основной костяк в правительстве особенно мы сформировали до выбора, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выбора. Ну и естественно, как-то принято говорить, определенная доводка всегда существует после выбора. Александр Владимирович Конюк, генеральный прокурор страны, работает 9 лет в этой должности. Ну, наверное, как и вы, Валерий Павлович, отработали немало на этой горячей должности, ему было не легче. Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это все знаем, знает языки иностранные. У него есть желание поработать на дипломатической работе. Я не возражаю. Против такого желания надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения. А характеризовал глава государства и нового генерального прокурора Андрей Швет сразу после учебы начинал в прокуратуре с помощника прокурора и затем около 10 лет проработал там на различных должностях. Прошел всю служебную лестницу, начиная с первых ступеней снизу. Затем 4 года в госсекретариате Совбеза, далее зам генпрокуратуры, после тоже важнейший момент в 2012-2013 годах работал первым заместителем председателя Следственного комитета, фактически создавал это ведомство. И то же самое уже председателем судмедэкспертизи, где проработал последние 7 лет. То есть это и есть та самая кадровая школа, о которой неоднократно говорил президент. Кадры есть, молодые, перспективные и надежные. Самый у нас, наверное, подготовленный человек к этой должности. Прошел, я внимательно изучил еще раз биографию его, прошел многие ступени в правоохранительных органах. Работал же и в следствии. Поэтому думаю, что это будет правильное назначение в должности генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек. Поэтому, Андрей Иванович, с сегодняшнего дня вы назначаетесь генеральным прокурором. Направьте документы на согласование в Верхнюю палату парламента. Пусть также рассмотрят. И я попрошу вас завтра утром в 10 часов собрать центральный аппарат генеральной прокуратуры, пригласить областных прокурору. И я лично приеду и представлю генерального прокурора. Тем более, что есть о чем поговорить, пусть на коротке, с сотрудниками центрального аппарата. Многие, я вот так анализирую средства массовой информации, начали поговаривать, вы знаете, какие это средства массовой информации, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Мы, это я констатирую однозначно, выросло новое поколение. Новое поколение людей, специалистов. Кстати, опытных людей не просто со стороны схватили, назначили, а человек, люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительственном блоке. Я, Андрей Иванович, хочу пожелать вам успехов в этой работе. Нет необходимости мне как-то вас наставлять в новые должности. Вы лучше меня знаете, чем там заниматься. Ну, а завтра утром поговорим с вашими коллегами, достойно с Анной Владимировичем проводим. Думаю, он нам принесет немало пользы. И завтра новый генпрокурор еще раз получит напутствие от главы государства, но уже в присутствии коллег. Спасибо. Спасибо.